Год в классическом понимании. Скорее, переход в новое время. Колоритная калмыкия вспоминает ламу Джетсанкапу, основателя тибетской школы буддизма. Это и есть светлый праздник зажженных лампад. В России праздник Зул отмечают не только калмыки, но и тувинцы, буряты, все те, кто исповедует буддийское учение тибетской школы Гелук. Но только в калмыкии это еще и день рождения всего народа. Сегодня каждый калмык прибавляет себе год жизни. Удивительно, но это правило относится даже к новорожденным. По калмыцкой традиции считается 9 месяцев, проведенных в утробе матери, это считается тоже за год жизни. Праздник сакральный, семейный и встречают его дома. Крепкого здоровья всем, белые дороги. Халингут! Уралан! Семью Очергоряевых здесь знают как возродители самобытной культуры кочевников. Праздник встречают в настоящей юрте. Калмыцкий чай с молоком, маслом и специями. Это неотъемлемый атрибут застолья. Чай и ароматные лепешки-борцики сегодня на столе каждой семьи. Изделия из теста самых разных форм. И каждая несет свой смысл. Солнышко мы делаем, потому что мы хотим, чтобы в зимнее время у калмыков всегда было светло и солнце грело. То есть, если солнышко будет больше, и скот у нас не замерзнет. Из теста еще делают вот такие лодочки и лампады. Каждый фитиль – член семьи. Это и есть ритуал продления жизни. Сын, дочка и сынок. С первой звездой тысячи таких лампадок зажгутся по всей Калмыкии. А через пять дней, согласно лунному календарю буддистов, наступит Новый год. Год зависит от наших собственных действий, от нашей кармы. Год будет хороший, если мы все правильно будем себя, скажем, вести. Максим Ахмед.